Отобрались на ЦФО. С 27 по 29 мая в Ярославле состоялось первенство области по плаванию. В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из Ярославля, Рыбинска, Переславля, Данилова и Тутаева. Состязания проводились на 17 дистанциях. По их итогам будет сформирована сборная команда области, которой через месяц предстоит представлять наш край на втором межрегиональном этапе летней спартакиады молодежи в Подмосковном Раменске. Ну а сам финал всероссийской спартакиады пройдет в Казани в начале августа. Наша задача – скомплектовать здесь команду сборной области для выступления на следующем этапе. Расстраивает только то, что сильнейшие спортсмены у нас, к сожалению, находятся этого возраста на сборах, сборной команды на Озере Круглом, но надеемся, что остальные покажут высокие результаты. Они готовы играть в баскетбол даже ночью. С 30 мая по 1 июня в Ярославле прошли игры финального этапа Центрального федерального округа по баскетболу среди команд межрегиональной любительской лиги. Подробнее о турнире в нашем следующем сюжете. Этого момента они ждали весь сезон. Шесть сильнейших любительских баскетбольных команд Центрального федерального округа собрались в Ярославле, чтобы разыграть путевку в суперфинал чемпионата межрегиональной любительской лиги. Впервые в этом году проводится подобное соревнование любительских команд. Подвиги до федерации баскетбола. Сейчас начинают продвигать любительский баскетбол для того, чтобы затронуть массы. Так как огромная прослойка людей, те, кто не попали в профессиональный команд, те, кто ушли из них, те, кто не могут по тем или иным причинам выступать на высоком уровне, их нужно оставлять в баскетболе. Им этого хочется, и мы так думаем, что это нужно. И именно с этой целью была создана любительская лига, которая проводится с этого года. И проводится в три этапа. Региональный этап, как любые любительские лиги в регионе, такая, как ночная баскетбольная лига наша. Чемпион этой лиги выходит играть в финал ЦФО, как сейчас мы играем. А дальше в сентябре суперфинал будет провести. Среди чемпионов федеральных округов. Право принять столь крупное соревнование, как финал ЦФО, наш город получил благодаря успешной работе баскетбольного клуба «Юни-баскет» и новой организации, создавшей в нынешнем сезоне начиную баскетбольную лигу. Самый массовый проект в сфере любительского баскетбола на территории Ярославской области. В финале ЦФО Ярославскую лигу представлял ее новоиспеченный чемпион команды «Яр Климат». Такие соревнования для нас нужны. И то, что мы вышли, это очень-очень большая радость для всей нашей команды. С кем будет интереснее все? Так трудно сказать, потому что для нас соперники все новые. Видим их в первый раз. Но вот первое впечатление, что, наверное, каждый матч будет интересный и серьезный. В итоге победителями турнира стали игроки «Воронежского кристалла», разгромившие в финале «Рязанский Югель» со счетом 84-51. Хозяева соревнований команда «Яр Климат» завоевала бронзу, переграв матчи за третье место баскетболистов Владимира 85-72. Итоговое положение команд вы видите на своих экранах. В зале хорошо, но на пляже лучше. В области стартовал сезон пляжного волейбола. 28 мая на центральном пляже Ярославля прошло региональное первенство по этому виду спорта. На берегу Котрасли собрались сильнейшие пары девушек и юношей в возрасте от 14 до 18 лет. Всего порядка 37 команд. На семи площадках было сыграно 70 игр. По итогам соревнований команды, занявшие первые и вторые места, получили право представлять нашу область на первенстве Центрального федерального округа, которая пройдет в Туле и Брянске уже в конце этого месяца. Очень хорошая организация соревнований у нас в Ярославле проходит. Как видите, очень много сеток и много команд. Это очень радует нас. Погода не подпортила настроение? Самое то, безветренно и солнце. Как давно занимаешься волейболом? Около 9-10 лет. Играешь не только в пляжной, наверное? Да, мы играем также в классический волейбол. В какой играть? Сложнее или, может, интереснее? Интереснее, безусловно, в пляжный волейбол, потому что здесь всего лишь два человека, и ты больше принимаешь участие. Плюс условия жестче, и нужно больше думать, больше двигаться. С вами была программа «Я плюс спорт» и я ее ведущий Михаил Журавлев. Живите спортом и оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok